Британцы рискуют броситься словно в омут с головой. Брексит, помните? Вообще о Великобритании мы могли бы не вспоминать. Конечно, новость, казалось бы, не сиюминутная, но это мощный фон, на котором развиваются события в Европе в целом. Поэтому за минуту постараемся коротко описать, что же происходит. Итак, на уходящей неделе согласованность с Евросоюзом план Брексита провалился, а парламент его не поддержал. После чего Тереземей едва избежала вотума недоверия. 29 марта стремительно приближается, но как Лондон собирается выйти из Евросоюза, до сих пор неизвестно. Ни один из трех вариантов не имеет поддержки большинства. В понедельник Терезе Мэй намерена представить в парламенте план Б, а в ЕС заявили, что готовятся ко всем возможным сценариям, в том числе к Брекситу без соглашения. Пока политики обмениваются заявлениями, британские избиратели озаметно утратили интерес к происходящему. И те, кто против, и те, кто за, все больше хотят ясности, ведь до Брексита остается менее 70 дней. Такие страсти на туманном Альбионе у белорусов, пожалуй, вызывает один вопрос. Повлияет ли Брексит как-то на нас? Вряд ли, если вы гражданин Белоруссии. Великобритания не присоединилась к Шенгенскому соглашению, поэтому правила для временного въезда в страну не изменятся и после выхода из ЕС. А сами британцы вообще в курсе, что живут на пороге больших перемен? Или политика сама по себе? Мы разыскали наших соотечественников, которые уже давно обосновались в Британии, чтобы спросить, что у вас происходит и как влияют громкие политические заявления на повседневную жизнь? На данный момент особых панических настроений я не вижу. Этот вопрос очень долго обсуждался, и в целом публике он приелся. Поэтому все заняли в основном выжидательную позицию. Есть некоторые сожаления о принятом решении. Часть населения, которое голосовало за выход из Европейского Союза, на данный момент поменяло свое мнение, наблюдая за тем, как весь этот процесс негативно сказывается на британской экономике. И, в принципе, есть некоторое недовольство тем, как правительство весь этот процесс проводит. Я думаю, что вопрос выхода из Евросоюза волнует любого английского человека. И хотя я сама не англичанка, у меня есть английский паспорт. И, конечно же, в обществе сейчас все это обсуждают. Люди, которые реально понимают, что такое бизнес, они понимают, что любые изменения, любые changes – это, в первую очередь, для бизнеса огромные возможности для зарабатывания денег, для того, чтобы рвануть вперед, для того, чтобы повернуть бизнес так, как тебе нравится. То есть какой-то очень умный бизнесмен продает за 300 фунтов пакет с едой, где самое основное в этом пакете будет – спички, мясо для англичан, если вдруг Европейский Союз больше не будет мяса поставлять и так далее. Но, в общем и целом, хочется сказать, конечно, на эту тему, что экономика Англии – это десятая в мире экономика по ВВП. В долгосрочной перспективе, я думаю, что для Англии это будет очень хорошо. Спасибо, Клим и Наталья. Дождемся развязки этой британской истории.